Календарная весна уже наступила. Не за горами плюсовая температура. Во многих регионах России уже начались сезонные полевые работы. Вскоре к соседям подключатся и аграрии Ульяновской области. Сейчас стоит задача обеспечить их семенами, удобрениями, техникой. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских во время рабочей поездки в Димитровград. Успешное проведение сева – гарантия хорошего урожая. Последнее – козырь в развитии всего аграрного комплекса области и обеспечения продовольственной безопасности. Кроме того, в зоне ответственности оказались областные предприятия, в частности, мебельные фабрики. К таким относится «Аврора» в Димитровграде. На производстве работает больше 300 человек, а спрос на выпускаемую продукцию есть по всей России. Сейчас на фабрике увеличили линейку изделий. Один из примеров – стулья на металлическом каркасе, которые ничем не уступают европейским аналогам. В сегодняшнем современном виде, на Западе, Турции, Китае, большая часть идет уже вот вся такая. То есть, имеет определенную форму. И, соответственно, у нас есть машина, мы вам покажем, там может простегать любой рисунок. Попутно во время рабочего визита в город атомщиков Алексей Русских подчеркнул – местные власти должны вести открытый диалог с жителями, решать волнующие людей проблемы. А они, к сожалению, до сих пор остаются. Разбитые дороги, безответственная работа подрядных организаций, медленный процесс благоустройства, нехватка медиков. Пусть не будет ограждения цветников, но ограждения детских площадок, внутри дворовых территорий, футбольного поля. Тогда смысла нет комфортно в футбольное поле делать, если там нет ограждения. Внимание требует и городская система водоснабжения. Грядет сезон паводка, а потому уже сейчас необходимо держать руку на пульте. На ремонтные работы поступили деньги из областного бюджета. Это подтверждают активисты. На сегодняшний день выполнено, освоено 7 с лишним миллионов рублей, прочищен 1200 метров дренажной системы. Это труба на глубине 3,5-6 метров. 21 колодец, вычищен полностью, было все забито. Контроль и внимание за качеством жизни людей не ограничиваются Меликесским районом. К примеру, в Чердоклинском успешно развивается сфера туризма. Алексей Русских встретился с тремя инвесторами, которые готовы развиваться в муниципалитете. Только за прошлый год район посетило больше 60 тысяч человек. Сейчас по проекту «Симбирская гавань» уже начат ремонт причала в Красном Яре, а летом планируется возобновить прогулочные рейсы по Волге.